Добрый вечер, друзья! Вы на канале врача-психиатра доктора Джорджа Горбатова. Сегодня у нас 9 мая 2024 года. Четверг. Местное время 23 часа 48 минут, Киевская и Московская 0 часов 48 минут. Значит, хочу, прежде чем начать чтение, предупредить всех наших, скажем, канальных друзей о том, что в субботу 11 мая ожидается впервые с 2005 года, последний раз было в 2005 году, тяжелейшее магнитное буря или геомагнитное возбуждение Г-4. Ежедневно идёт тяжелейшее нарушение Р-3. Р-3 – это тяжелейшие, которые нарушают работу средств связи, сателлитов и так далее, и так далее. То есть, этот год будет тяжёлый. Солнечная активность достигает своего пика. Значит, осторожно! В субботу 11 мая тяжелейшее. Впервые с 2005 года или первое с 2005 года такого масштаба выраженности и силы геомагнитное возмущение. Ну, а я, доктор Джордж Горбатов, читаю очередную характеристику девочки по имени Анна Зинова. Вообще-то я зачитываю сейчас работу русского педагога К. В. Ельницкого под названием «Характеристики девочек». Издание. Третье. Санкт-Петербург, 1904 год. Итак, сегодня Анна Зинова. Скорее каменную стену можно пальцем пробить, чем заставить Зинову сделать то, чего она не хочет сделать. Так характеризуют некоторые надзирательницы 14-летнюю девочку Зинову. Действительно, упрямство – отличительная черта характера Зиновой. Если она заупрямится, то ничто не может ее принудить сделать то или другое. На угрозы и замечания она или упорно молчит, или прямо говорит, что ни за что не исполнит требуемое от нее. Однажды классная надзирательница, видя, что все ученицы заняты, только Зинова сидит, сложа руки и от скуки зевает, подошла к ней и сказала, «Вместо того, чтобы зевать, вы бы, Зинова, занялись чем-нибудь». «Нечем!» – ответила Зинова. «Вы приготовили уроки из географии?» – спросила надзирательница. Зинова молчит. «Если не знаете, я вам расскажу». Опять молчит и улыбается. Или вы сами хотите рассказывать, а я вас буду поправлять. Никакого ответа. «Что же вы, Зинова, шутите со мной, что ли?» Молчание. «Рассказывайте». Опять ни слова. Сколько не билась надзирательница, Зинова отделывалась упорным молчанием. Начался урок географии, пришел учитель и вызвал Зинову из первых. Та отвечала «Хорошо». В другой раз классная надзирательница, чтобы занять чем-нибудь Зинову, предложила ей переписать грамматически правильно отрывок из книги. «Я не стану переписывать», – возразила Зинова. «Почему?» Молчание. Выложили «Исполни, что я вам говорю». «Не исполню». «Не уйдете из класса до тех пор, пока не перепишете». Кончились занятия, ученицы разошлись по домам, а Зинова сидит и не пишет. Вечером отпустили ее с тем, чтобы она дома исполнила заданную надзирательницей работу. На другой день потребовали от нее эту работу. Она ответила, что не переписывала. Ей грозили за непослушание, сбавкой бала за поведение и даже исключением из училища. На все угрозы она или упорно молчала, или резко отвечала. «Делайте, что хотите, а писать не буду». Доложили об этом попечительнице и начальнику заведения. Те стали уговаривать Зинову исполнить предложенную надзирательницей работу. Но на все увещевания она или молчала, или отвечала. «Задайте, какую хотите работу. Я исполню». «Налагайте, какое хотите наказание. Я перенесу, но ни за что не буду переписывать то, что велела надзирательница». А другой, отрывов «перепишите», спросили ее. «Перепишу». «Перепишу». «В десять раз больше готова сделать, только не по указанию надзирательницы». Бились, бились, но ни увещеваниями, ни угрозами не могли сломить Зинову и кончили тем, что в наказание продержали ее некоторое время в одиночном заключении и заставили списать втрое больше того, сколько предложила надзирательница. Зинова вынесла молча заключение и в точности выполнила заданный ей труд. Однажды Зинова отвечала урок из истории и отвечала хорошо, но когда преподаватель сделал какую-то незначительную поправку в ее ответе, она вдруг замолчала и на все вопросы, на все понужения не промолвила ни слова, не промолвила даже и тогда, когда учитель поставил ей единицу. Когда потом помощница классной надзирательницы спросила Зинову, «А чего она, видимо, зная урок, так упорно молчала, та сказала?» «Никогда не отвечу, если меня начнут перебивать». Тяжелейший характер, тяжелейший. Зинова хорошо поет и любит петь, но иногда среди урока пения ей вдруг представится, что учитель к ней более требователен, чем к другим, и она перестает петь. Не увещевание, не просьбы, а тем более угрозы не могут уже заставить ее петь не только в этот урок, но даже иногда и в следующие затем уроки, пока наконец она не забудет промнимое притеснение со стороны учителя. Ну, думаешь, повышенная чувствительность, обидчивость, не знаю, низкая самооценка. Проявляя такое упрямство, Зинова не отличается, однако, силой воли или твердостью характера. Напротив, в тех случаях, когда именно требуется то или другое, она далеко уступает своим подругам. Зинова не имеет даже настолько силы воли, чтобы преодолеть некоторые свои привычки и принудить себя исполнить то, что сама сознает необходимым исполнить. Она, например, убеждена, что вредно поздно вставать и все-таки никак не может сладить с собой даже тогда, когда проснется рано. Нужно заметить, что хотя Зинова и проявляет упрямство, но не относительно всех вообще лиц. Исключение в этом случае составляет помощница классной надзирательницы и некоторые преподаватели. Вообще, можно сказать, что Зинова принадлежит к числу таких личностей, которыми легко можно управлять, и поведение которых легко может регулировать тот, кто возьмется за дело умеючи. Подобные личности напоминают тех лошадей с воровом, которые совершенно послушны в руках одного кучера и с которыми никак не может справиться другой. Если до того, чтобы успешно вести воспитание, необходимо изучить психические особенности воспитываемых, то для воспитательного влияния на таких индивидуумов, как Зинова, тем более необходимо изучить их. Кроме упрямства, выдающаяся особенность характера Зиновой составляет желание властвовать, управлять другими. К подругам, которые не желают подчиняться ей и признавать ее авторитет, она относится очень недружелюбно, поэтому она обыкновенно выбирает в подруге девочку тихую, с кротким, уступчивым характером словом, такую, которую могла бы совершенно подчинить себе. Но лишь только заметит, что та начинает ей противоречить, не подчиняется ей безусловно, она прекращает с ней дружбу. Так однажды Зинова подружилась с одноклассницей Эль, скромной, податливой девочкой, и, что называется, забрала ее в свои руки. Она заставляла ее исполнять все, что ей вздумается. Сидеть, например, за работу, а подруге велит сидеть, например, за работу, а подруге велит читать вслух хотя бы той, и некогда было. Спустя несколько времени, после начала дружбы, Эль стала тяготиться требовательностью Зиновой и стала ей противоречить. Тогда Зинова рассорилась с нею и тем положила конец дружбе. Одноклассницы недолюбливают Зинову и называют ее эгоисткой. Действительно, это слово верно ее характеризует. Она любит принимать услуги, но никогда не оказывает их другим. Если, например, которая-нибудь из слабых учениц попросит ее показать, как решить заданную арифметическую задачу, она непременно откажется под предлогом, будто сама не знает, между тем, как очень хорошо знает. Ну вот, на этом я завершаю чтение характеристики ученицы Анны Зиновой. На этом я, доктор Джордж Горбатов, прощаюсь с вами. Еще раз хочу напомнить о том, что в субботу будет тяжелейшее, сильнейшее геомагнитное возмущение. Вот, впервые с 2005 года, чтобы были готовы, чтобы приняли соответствующие меры. Я имею в виду пациентов с лебильной неустойчивостью, неустойчивой вегетативной нервной системой. Ну и прощаюсь с вами. Как всегда, как обычно, мои сердечные благодарности всем тем потенциальным слушателям этого ролика, которые проявят к нему интерес. Слушайте, интересно. Вот понимаете, вот как интересно читать Гоголя, да, «Мертвые души», в которых он описывает различные виды. Ну, я не хочу называть психопатией, можно сказать и психотим, психопатией, можно сказать, и акцентуацией характера, правда взрослых, там уже сформировавшаяся. Особенностью, значит, этих описаний характеров является то, что все-таки это девочки, да, подростки от 12-ти там до 15-ти лет. Понимаете, неизвестно, значит, как будут они себя вести позже, уже во взрослом состоянии, во время работы, в замужестве и так далее, и так далее. Но все-таки, все-таки интересно. Слушайте, у нас уже 0 часов 3 минуты, 10-е, мая 2024 года в Киеве и Москве, час 3 минуты. Спасибо. Слушайте и до свидания. Свои соображения по поводу характера этой девочки прошу высказать в комментариях. В комментариях. Понимаете, силы воли нет, а одновременно, что упрямы. Причем упрямство проявляется по отношению к тем лицам, воспитательницам, надзирательницам, учителям, которые, как кажется, Зиновой, да, ну вот, как-то скажем так, плохо к ней относится, недооценивает ее. Это с одной стороны. А с другой стороны, она такая, скажем, неэмпатичная дама, девочка, да, требует подчинения, подчиняет, подчиняет. Ну, скажем так, манипулирует, да. И если, значит, выбирая специальной, значит, девочек со специальным характером, таких мягких, податливых, влиятельных, тихих, вот, но, как только они видят, что девочки начинают возражать, бунтовать, вот, она прекращает с ними дружбу. Значит, мне кажется, что все-таки это комплексная реакция. комплексная. Комплексная реакция, понимаете, это такая низкая самооценка, повышенная ранимость, может быть, даже и паранояльность, даже, позволю себе сказать, может быть, и негативизм, вот, вот это вот, значит, отсутствие реакции, это, в общем, типично при кататонии, негативизме, понимаете, вот, при кататоническом не отвечает и все, то есть, какие-то, какие-то есть, вы понимаете, проблема вот этих чтений, этих характеристик в том, что они до определенного возраста, дальше, вот, если бы можно было проследить их характер, изменение характера, может быть, даже и выявление каких-то патологических черт характера, болезненных, это было бы интереснее, но все равно и интересно. Спасибо и до свидания.